ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ее разработчик безуспешно ходит по инстанциям уже почти 30 лет. Движение в струнном транспорте осуществляется по рельсу-струне, или струнному рельсу, который имеет огромную прочность и огромную жесткость, то есть изгибную жесткость. Это не канат. Это корпус рельса, головка рельса и, собственно, струна. И все это объединено наполнителем в единую конструкцию. ЮНИПУС развивает скорость от 350 до 500 км в час. То есть из Москвы до Питера можно доехать за полтора часа. Дорога расположена на 30-метровой высоте над землей. Проект предусматривает проходимость в глухой тайге и вечной мерзоте. Строительство инновационной дороги не требует особой инфраструктуры и высококвалифицированной рабочей силы. Кроме того, стоимость прокладки струнных рельс дешевле любого другого вида транспорта. Единственным недостатком струнной дороги Анатолий Юницкий считает отсутствие сертифицированных рельсов, на которых можно было бы показывать заказчикам преимущество СТЮ. Но через пару лет этот досадный недостаток исчезнет. В Дубне уже строится центр продаж струнных технологий. Технически можно об этом говорить очень много. То есть это технически просчитанная система, обоснованная, экспериментально опробованная. И она сегодня находится уже в стадии абсолютно технического внедрения. То есть строить эти трассы можно было еще вчера. Совсем недавно прошла информация о том, что губернатор Югры Александр Филипенко хочет соединить Ханты-Мансийск и Сургут струнной дорогой за счет частных инвесторов. В Центральной России таких энтузиастов, конечно, не найдется. Не стоит забывать, что дороги – это одна из самых закоррумпированных российских систем. В прошлом году на строительство и ремонт автодорог федеральный бюджет выложил триллион триста тысяч рублей. Это 3% ВВП страны. Эти суммы традиционно обогащают миллионы чиновников, подрядчиков и строительных компаний. Сдвинуть эту структуру пока не удалось никому. Низкокачественные километры дорог уже давно воспринимаются как данность, а не как проблема, которую надо решать. Система госдотаций устроена таким образом, что эксплуатирующие организации, ремонтные организации, подрядные организации заинтересованы в завышении расходов. Дорожникам намного более выгодно каждый год тратить деньги на ремонт дороги бюджетной, которая, кстати, каждый год закладывается в бюджет, с одной стороны, чем построить дорогу, которая не будет ломаться. Невыгодно. Очевидно, что при серьезной нехватке магистрали транспортные сети будут двигаться вшире, а не вглубь. Подтверждением тому стала недавняя презентация скоростного поезда «Сапсан». РЖД закупило 8 немецких поездов общей стоимостью 276 миллионов евро. 30-летний контракт на ремонт и обслуживание стоил еще 354 миллиона. Плюс около 100 миллионов на депо. Но чтобы «Сапсан» развивал техническую скорость 350 километров в час, нужно полностью перестраивать еще и само железнодорожное полотно. А это ни много ни мало 50-60 миллионов долларов за километр. У нас мало вариантов что-либо развивать без новой инфраструктуры. Новой, в прямом смысле, от систем связи и транспорта до систем навигации. У нас сегодня единое пространство в России сохраняется только, по сути, тремя операторами большой тройки, да, мобильной связи и единым рублем. По скромным оценкам, прибыль от «Транснета» составит более 30 триллионов рублей в год. Плюс обслуживание сети. К этому стоит еще добавить, что удаленные регионы будут вовлечены в экономику страны. Количество грузовых перевозок увеличится в разы. По словам Анатолия Юницкого, заказчиков на струнный транспорт достаточно. И все они иностранцы. В итоге разработчикам остается либо продавать «Транснет» за границу, либо ждать благословности государства и повторить судьбу монорельсовой дороги. Последним принципиально новым средством передвижения стал монорельс. В Москве его построили 5 лет назад, и только в начале 2008-го он стал полноценным видом общественного транспорта. Безопасным и экологичным. Городским властям нередко приходится за него оправдываться. Скорость монорельса не превышает 20 км в час, а сам проект так до сих пор и не окупился. Тем не менее, когда в России впервые в мире построили монорельсовую дорогу, ее преимущества казались фантастическими. Правда, было это 200 лет назад. Екатерина Мишина, Евгений Ломовцев, Алексей Мженский, Эксперт ТВ.